МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся система саровского образования нацелена на то, чтобы подготовить молодые кадры для атомной отрасли. Задача образовательных учреждений города состоит в том, чтобы создать пространство для успешного развития и раскрытия потенциала школьников как в технической, так и в гуманитарной сфере. Такой была центральная тема ежегодного общегородского родительского собрания. В этом году 30-й и 41-й детские сады, а также гимназия номер 2 присоединились к сети школы Росатома. А статусные школы Сарова, 15-й, 3-й лицеи и 2-я гимназия вошли в топ-200 лучших школ России, готовящих абитуриентов для топовых вузов страны. Из нашего региона в этот рейтинг вошли еще две школы из Нижнего Новгорода. На собрании подвели итог патриотической работы в школах, которую ввели в этом году. Для нас очень важна эта работа, и с нашей точки зрения она прошла очень удачно. И все уроки и все занятия по внеурочной деятельности в рамках разговоров о важном, которые мы видели как управленцы, нам очень понравились. Очень грамотная подача материала педагогами, очень корректное отношение к истории России и к формированию традиционных ценностей, которые необходимо сформировать у детей. С нового учебного года на уровне местного отделения российского движения детей и молодежи создадут первичные организации на базе школ города. Директор департамента образования Наталья Володько рассказала родителям о возможностях для детей участвовать в значимых федеральных конкурсах. Саровский проект «Школа-вуз-предприятие» планирует расширить на пять школ. Я вас как родителей просто призываю и обозначать эти аспекты в классе, что чем больше ребенок участвует в проектах, чем больше вы погружаетесь в различные пробы самого себя, чем больше вы с ним погружаетесь в эту историю, тем больше ребенок чувствует себя востребованным, понимает, что вокруг него происходит и проникается вот этим желанием двигаться дальше. В этом учебном году на региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников вышло 227 человек. Старшеклассники получили 119 призовых мест. Отличные результаты показали 12-е и 10-е школы. Один ученик школы номер 12 стал призером по химии на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады. Каждый год Министерство образования и науки у себя на сайте публикует перечень олимпиад для ребят, начиная с 3-го и 4-го классов. Там же можно найти список тех олимпиад, которые позволяют старшекласснику претендовать на место в топовых вузах страны без экзаменов или получить 100 баллов по ЕГЭ. У нас очень большой процент детей на самом деле Саров поступают в вузы либо без вообще вступительных экзаменов, получая призерство или победителем становясь в Олимпиадах 1-2 уровня, либо имеют 100 баллов по предметам. Если у ребенка 100 баллов и есть Олимпиада, они звонят и предлагают вступление без вступительных экзаменов, то есть они не защитят даже остальные предметы для того, чтобы увлечь именно вашего ребенка и забрать к себе вузы. Пять саровчан стали стипендиантами Нижегородской области. Медаль за особые успехи в учении получил 71 выпускник 11-х классов. На 100 баллов сдали ЕГЭ 7 старшеклассников. В этом году департамент впервые реализовал проект «Сетевой образовательный хаб города Сарова», который позволил ребятам посещать выбранные профильные предметы для углубленного изучения, которых нет в их школе, в других образовательных организациях. В новый учебный год проект продолжат реализовывать. «Это сохранение индивидуальных образовательных маршрутов или траекторий, как мы говорим, на базе 10-11 класса. Поэтому если у родителей возникают такие вопросы, где можно получить, у нас нет такой возможности, мы всегда готовы предложить другую образовательную организацию, причем мы стараемся предложить даже в той части города, где находится школа. То есть в старой части заводим друг с другом взаимодействие и, соответственно, в районе тоже заводим друг с другом взаимодействие, чтобы было удобно». Особое внимание на собрание уделили нововведениям в образовательной сфере – возвращении серебряных медалей, введении трудового воспитания, профориентации и профильных классов. В этом году проект МИФИ позволит для школьников и учителей пройти бесплатное обучение по различным направлениям как дистанционно, так и на базе СРФТИ. 12 детских садов Сарова подключились к инновационной деятельности. Большинство из них ориентированы на инженерно-технологическое образование, которое позволяет уже в дошкольном возрасте подготовить детей к будущему профориентационному направлению. В следующем учебном году 77% воспитанников детских садов включат в инновационную деятельность. По завершении собрания благодарственными письмами наградили самых активных родителей. В семье Семенко шестеро детей и старшие уже учатся в институте, а младшая пойдет во второй класс. На благотворительную акцию «С миру по листочку» они приходят традиционно. Здесь дети получают школьные принадлежности к первому сентября. «Когда нам помогают, облегчают наши труды и материальные, и даже общий настрой, что нас ждут, о нас заботятся, проявляют внимание такое. И как мы знаем, что это о Саровской благочине, для нас это в войне приятно, потому что мы люди верующие, и это забота о нашей церкви, о нашем благосостоянии». Благотворительная акция «С миру по листочку» стартовала 15 лет назад, и ее организовал волонтерский центр «Радость моя». Цель акции – помочь собрать к школе детей из многотетных и малоимущих семей. В течение августа православные добровольцы собирали средства, делали закупки, раскладывали подарки для учеников. В этом году школьные принадлежности получили около 400 школьников, 40 из них – первоклассники. У нас подготовлена еще отправка на город «Энергодар». Это наши новые российские территории, оттуда был запрос на помощь, и мы сейчас уже готовим, у нас будет 35 портфелей для них, и еще констовары, которые не внутри портфеля, а вот тетради, различные просто упаковками, то, что у нас есть, мы готовим на отправку. На протяжении вечера гости смогли принять участие в мастер-классах, а также насладиться творческими выступлениями. Наши горожане собрали каждому портфель, принадлежности, и нужно, конечно, с благодарностью относиться, беречь эти принадлежности и быть достойным того, что мы, наши детки, на вас надеемся, что вы будете честными, трудолюбивыми, добрыми, уважать старших. Успехов вам в наступающем учебном году, отличного позитивного настроения, верных друзей и интересных увлечений. Семьи, которые не смогли прийти на праздник, могут забрать подарки в волонтерском центре «Радость моя» на улице Пушкина, 24 А, 31 августа с 13 до 19 часов и 4 сентября с 16 до 18. Там же на гуманитарном складе можно подобрать школьную, спортивную одежду и обувь. Все оставшиеся школьные принадлежности будут отправлены на освобождённые территории Донбасса. Перекрёсток Зернова-Кирова академика Негина заставил жителей города заметно понервничать. В социальных сетях развернулась настоящая баталия – кто должен уступать дорогу на пересечении дорог. Многие утверждают, что выезжающие со стороны заправки имеют право приоритета – им должны уступить дорогу. Там стоит знак «Стоп». То есть водитель, который выезжает у нас с АЗС, где стоит знак «Стоп», они у нас обязаны пропускать всех. То есть они должны остановиться перед знаком, либо перед краем проезжей части. После того, как другие участники дорожного движения, которые направляются с улицы Кирова, завершат поворот направо либо налево, то есть после этого только они могут продолжать своё движение. Большую трудность вызывает и проезд перекрёстка улиц Гоголя-Герцена. Иногда водители не учитывают знаки и нарушают правила. На самом деле такой коварный вот этот вот участок дороги в связи с тем, что ландшафтное положение проезжей части, оно как бы скрыто, которое выезжает со дворов, как правило, они не видят других участников движения, которые, например, продолжают движение по главной дороге. По словам Евгения Тимушкина, самым аварийным перекрёстком остаётся зерно варзамасское. Но за последний год количество ДТП значительно уменьшилось. На дороге сделали разметку, которая помогает водителям соблюдать определённый радиус поворота. На перекрёстке не раз были ДТП и с пострадавшими. На комиссии безопасности дорожного движения был рассмотрен вопрос по тому, чтобы там ввести дополнительную секцию для пешеходов. Это как бы на Зерново-Московский перекрёсток, где пешеходы у нас сейчас отдельно проходят. То есть везде для всех направлений горит красный сигнал с фотофора, а для пешеходов зелёный. И тоже будет данная практика применена на этом перекрёстке. Я думаю, мы уйдём от этой проблемы. Потому что на самом деле он там смещённый перекрёсток. То есть проезжая часть смещена маленько, и которую поворачивают водители налево, на улицу Арзамасскую. Им нужно будет успеть пропустить транспортные средства, которые едут в прямом направлении, движутся по улице Зернова. И тем самым ещё нужно следить за пешеходами, которые переходят в проезжую часть. Аварийным перекрёстком признаны пересечения Октябрьского проспекта с улицы Мира до улицы Дзержинского. В августе там установили пешеходный переход, совмещенный с лежачим полицейским и повесили знаки пешеходного перехода над проезжей частью. Ирина Вышегородцева, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей. Саров-24. Электросамокаты прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас почти у каждого ТЦ в парках и на аллеях стоят прокаты, а некоторые обзавелись и собственным аппаратом. Для одних это удобное и мобильное средство передвижения, для других – смертельная опасность на двух колёсах. Регулировать и контролировать электросамокаты сложно, поэтому власти предложили ужесточить правила для их использования или вовсе их запретить. Париж с начала сентября решил полностью отказаться от электросамокатов. Местные жители практически единогласно выступили за запрет. Их утомили, разбросанные на улицах самокаты и постоянные аварии. Мы решили выяснить, как саровчане относятся к этому способу передвижения. Мешает страшно ходить, особенно нам, к интернетам. Да и мы и сами пользуемся, нет, не мешает нам самокаты. Есть риск опасности упасть с них. В принципе, они полезны, можно быстро передвигаться. Но при этом стоит всё-таки как-то их ограничивать, да? Ну да, да, да. Российские власти идею об ограничении для самокатчиков или абсолютный запрет СИМов поддерживают. Решение предлагают принимать на региональных референдумах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2019 года количество ДТП с электросамокатчиками увеличилось более чем в 40 раз. По мнению парламентария, если раньше случаи аварий СИМ были отдельными, то сейчас проблема приобрела массовый характер. Прежде всего, в ДТП страдают дети и пожилые люди. Да, я сама очень обрадовалась, когда увидела их на вшем городе и активный такой пользователь. И вместе с тем, конечно, меня немного настораживает то, что когда ездит по нескольку человек на одном самокате, когда быстро ездит, то есть, конечно, с этим что-то можно было бы сделать. И вместе с тем, не хватает хороших асфальтированных дорожек. Скатов хороших удобно, чтобы не было бордюров и прочее. Перенос движения мобильного транспорта в Сарове на отдельные дорожки невозможен, ведь инфраструктуры для этого нет. К счастью, с начала года у нас в городе официально зафиксированы лишь два ДТП с участием электросамокатов. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров-24. Ароматы шашлыка, домашнего лимонада, роллов и свежей выпечки витали в этот день по всей набережной парка имени Зернова. Фестиваль «Вкусный фест» уже в пятый раз объединил всех любителей гастрономии на масштабном событии. В этом году свои услуги и продукцию представили более 50 предпринимателей и самозанятых нашего города. Это действительно для нас очень важно, что пять лет в этом году мы празднуем. И особенно для нас важно и радостно, что мы объединили свои усилия, объединение – это всегда круто, с парком городским, который празднует 75-летний юбилей. Очень много сил было приложено к тому, чтобы организовать это мероприятие и наших сил, и сил наших предпринимателей. Они очень старались, поэтому я надеюсь, что гражданам обязательно все понравится. Представители бизнеса, власти и молодежи соревновались в приготовлении блинов на кулинарном турнире. Предприниматели организовали мастер-классы и дегустации, презентации и развлекательные программы для взрослых и детей. Я бываю каждый год здесь, мне очень нравится, набираю много-много еды, прихожу домой и наслаждаюсь жизнью. Восторг только лишь, больше ничего. Успели уже полакомиться здесь какими-то пирожками? Ну да, пирожками. Вкусные. А тебе как это мероприятие? Мне очень нравится. Все нравится, все вкусно готовят. Большое спасибо организаторам. Все классно, вкусно, шумно. Это же уже практически традиция, вот ее надо продолжать. Все горожане очень позитивно к этому относятся. В этот вечер саровчане смогли насладиться и духовной пищей. Для гостей фестиваля организаторы создали арт-пространство. На литературном квартирнике творчеством делились поэты из объединения «Радуга» и все желающие. Стихи я слушала. Очень приятно. Вообще, замечательные у нас поэты. Очень много горы запишут. Очень приятно. Вообще, атмосфера такая праздничная, дружественная. На сценах набережной для саровчан выступили музыкальные группы из Сарова и Санкт-Петербурга. Завершился фестиваль дискотекой, розыгрышем призов и праздничным салютом. Индийские слоны из свеклы, проворный кролик из капусты, кучерявый барашек из цветной капусты или милый паучок из маленькой тыквы. Удивительные поделки из овощей и фруктов представил на суд горожан третий микрорайон. Причудливые фигуры украсили стол на выставке продажи «Дары осени. Праздник души», которая прошла в парке Зернова в минувшие выходные. Каждая поделка, конечно, она требовала творческого вдохновения, так скажем, ну и дорабатывалась в процессе. Конечно, интернет нам в помощь, но остальное додумываем сами из того, что есть, что выросло на огороде у себя, у друзей и так далее. И уже в зависимости от овощей и фруктов поделка сама идет в руки. Выращенные на собственных приусадебных участках с теплом и любовью. Результаты многодневных трудов саровских ветеранов украшали праздничные столы. Не обошлось и без главных осенних атрибутов – солений. Каждый стол был оформлен в своем уникальном стиле – цветами, угощениями, игрушками. Сегодня мы представили здесь очень много цветов, огородные овощи, и кабачки, и свеклы, и все-все-все, что хотите на ваш вкус. Также представлены солености. Это наши женщины все это делали очень вкусно, очень полезно, потому что без солености, я так думаю, зима – это не зима. Впервые это мероприятие провели в прошлом году, и саровчанам такой формат пришелся по душе. Поэтому организаторы решили сделать его традиционным. Дары осени – праздник души – отличная площадка для демонстрации мастерства саровских рукодельниц. Антонина Васильевна вышивает с детства. В ее коллекции десятки удивительных пейзажей натюрмортов. Когда вот уже стала на пенсии, думаю, делать нечего зиму, летом огород, а зиму делать нечего. Вот я и начну заниматься. И занимаюсь судьбой. Когда не спится, я до четырех утра могу расшивать. У меня как-то успокаивает все это. На сцене выступили творческие коллективы. Всежелающие могли попробовать полевую кашу или выпить горячего чая со сладостями. Впервые на праздник приехали гости из Первомайска. Для саровчан ветераны подготовили концертную программу. Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Цитата, ставшая метафорой, звучит по-особому для участников студии «Театралка» «Театралка» молодежного центра. С 2020 года молодые люди изучают здесь азы драматургии и сценического искусства, актерского мастерства под руководством опытных наставников. Своими впечатлениями от занятий участники охотно делились с гостями Дня открытых дверей молодежного центра. Это перевернуло мою жизнь с ног на голову в некоторой степени. Тем, чем мы здесь занимаемся, я, в принципе, рекомендую заниматься этим всем. Потому что мы здесь занимаемся речью, мы здесь борем страх публичных поступлений, боязнь сцены. Мы все это исправляем, корректируем. Люди чувствуют себя, в принципе, более свободны, чувствуют себя зрителем на «ты», возможно. И заряжаются от него энергией, заряжают энергией его. Молодежный центр также приглашает детей с 7 лет в студию современного танца, с 6 и 10 лет в студию брейк-данс. Найти занятия по душе могут здесь и спортсмены, в объединениях тенниса, бадминтона, плавания и корригирующей гимнастики. Для активной и талантливой молодежи Сарова в этом году открылась школа аниматоров. Это направление для ребят от 12 лет, которые мечтают, хотят стать активными, веселыми ребятами, которые могут вести мероприятия, которые хотят не бояться сцены, которые хотят быть очень коммуникабельными, общительными, и которые будут помогать нашему молодежному центру организовывать все мероприятия. Еще одно объединение молодежного центра было сложно не заметить. Участники гиг-клуба «Нека Кабури» пришли в ярких костюмах. Одно из направлений сообщества – косплей. Мы объединение, которое в первую очередь хочет собрать людей для того, чтобы они могли спокойно социализироваться. То есть нам нужно, самое главное, общаться с друг с другом. А уж какая тема, это всегда можно решить совместными способами, всегда можно как-то с совместными усилиями понять, что мы хотим и вообще в каком направлении двигаться. Ждет участников и клуб молодой семьи. В нем здесь проводят тренинги, обучающие семинары, беседы и консультации с разными специалистами. Организуют досуговые мероприятия, конкурсы и мастер-классы. Этот клуб функционирует на базе молодежного центра уже много лет. В 2019 году он стал первым в Нижегородской области таким клубом. И в этом году мы приглашаем новые семьи. Мы объединимся новыми темами. Темами, которые пойдут по запросу от родителей. То есть, если им интересны определенные темы, то мы, собственно, пригласим специалистов, организуем консультации. Дополнительную информацию можно получить по телефону 9-91-18. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров, 24. Чайковский, Шостакович, Моцарт, Сибелиус, Брамс и Свиридов. Знаменитые произведения российских и зарубежных композиторов, воспитанницы детской музыкальной школы имени Балакирева, исполнили в составе Оркестра атомных городов на открытии фестиваля юношеских оркестров мира. Он прошел в Москве на сцене Большого амфитеатра парка «Зарядье» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Выступление прошло хорошо, и репетиционный процесс тоже, кстати, в этот раз шел достаточно ровно, потому что уже дети все равно знают требования игры в оркестре. Все выдержали шестичасовые репетиции, то есть там два блока было по три часа, то есть все нормально все это выдержали. И в отличие от прошлых репетиций, там дирижер больше работал по группам, то есть одна группа играет, другая отдыхает. В этот раз струнники играли все время, то есть он все время заставлял их играть. И это дает свои плоды, потому что это дает выносливость, и на сцене они уже, ну на сцене становится легко. В фестивале участвовали музыканты из 18 стран мира. В течение трех дней на сцене выступали и юношеские симфонические оркестры из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Колумбии и Боснии. С ребятами работали музыканты-инструменталисты нашей страны, солисты и артисты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижером был Фредди Кадена из Эквадора. Это не просто работа с человеком в плане изучения произведений, в плане подготовки программы. Было просто интересно даже познакомиться с человеком другой культуры. Я в процессе репетиции, были такие моменты, когда я подмечала там особенности его акцента, что он там звук «С» условно не произносит вообще никогда, что он может проглотить «Р» при счете. Тоже это как-то откладывается в голове, это было интересно, было в новинку почувствовать другой менталитет. Для саровчанок выступать в составе оркестра «Атомных городов» не в новинку, поэтому страха перед большой сценой не было. Скрипачка Софья Деркач исполняла все восемь произведений программы, но больше всего запомнилось два. Сверидов из «Метели тройка», она очень грандиозно и масштабно звучит, и многим она нравится. И также это брамс, венгерский танец номер пять. Благодаря тому, что там играют все музыкальные инструменты, он звучит очень ярко. По словам учениц детской музыкальной школы имени Балакирева, выступать на таком фестивале в центре столицы почетно. Такой шанс представляется лишь одаренным музыкантом из городов присутствия атомной отрасли. За три дня девушки успели познакомиться с участниками из других стран и получили колоссальный опыт. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Мы в ритме! Под таким девизом в Нижегородской области впервые проходил подростковый инклюзивный форум «Ритм молодых». В нем участвовали более 150 активистов, среди которых были учащиеся школы номер 20 нашего города. 15 команд представляли идеи, которые могут улучшить жизнь в регионе. Саровчане выступали с проектом «Подари заботу». «Подари заботу» был создан с целью привлечения к волонтерской деятельности подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья или находящимися на различных видах учетов, например, трудные подростки в первом частном приюте «Мурдом» нашего города. Например, они будут посещать приют «Мурдом», помогать волонтерской деятельностью обитателям приюта, будут находить там новых друзей. С проектом «Подари заботу» учащиеся школы номер 20 заняли третье место. В рамках форума ребята послушали лекции от спикеров о том, как развивать бизнес-идеи, как работать с искусственным интеллектом и вести соцсети. Кроме образовательной программы участники увидели выступление инклюзивного театра «Пиано». Я получила большое количество положительных эмоций как от обучающих интенсивов, так и от развлекательной программы. На интенсивах мы получили большое количество полезной информации, которая как раз-таки помогла нам успешно защитить свой проект. Мы познакомились с ребятами из различных уголков Нижегородской области, обменялись идеями своих проектов, с некоторыми даже попробовали посотрудничать. В качестве приза саровчане получили сертификат на поездку в любой город страны. Все затраты берут на себя организаторы. 11. Шляпа, хитрая лиса, рукавицу гнать. В эти этно-игры дети играли с азартом. В рамках летнего проекта «Дворовая практика» центра внешкольной работы педагоги придумывали свою тему, которая была ведущей на различных площадках. Во дворе по Московской 21 клуб «Мечта» реализовывал проект «Путешествуй и играй». В рамках всероссийского проекта «Этно-спорт». Ребята разучивали правила и играли в игры народов России. Было все связано именно с этно-спортом, именно с нашим проектом «Путешествуй и играй». То есть мы, получается, например, вот в августе, каждый понедельник разбирали новые игры. Ну и, в принципе, также соседние сопутствующие мероприятия были тоже связаны с данным проектом. Например, какие-то же викторины или же квесты. Летние каникулы подошли к концу, а значит, и проект «Дворовая практика» тоже прощается с ребятами до следующего года. Но, несмотря на легкую грусть, заключительное мероприятие прошло на позитивной ноте. Педагоги ЦВР подготовили фестиваль, на котором участники еще раз вспомнили наиболее понравившиеся игры. Затем по итогам месяца наградили самых активных ребят, вручили грамоты и памятные подарки. Все, кто пришел на площадку, тоже получили сладкие призы. У детей остались теплые и яркие воспоминания о дворовой практике. Мне понравились те праздники, которые тут проходили. Особенно то, что бесплатные игры можно играть спокойно. То, что приходят друзья, там все как-то такое, можно познакомиться. Я уже не в первый раз, где-то два года все равно тут есть, на то, что хожу сюда. Ну, очень классная площадка, всем советую. Я еще хочу очень приходить в следующие года, а в этом месяце мне больше всего понравилось, как мы играли на День России. Мне понравилось просто проводить веселое время. А какие игры понравились? Снайпер, минус пять, одиннадцать. Разные игры, настольные такие вот, с мечом. А тебе? Мне понравилось то, что здесь вообще с нами занимались, все рассказывали, были всякие квесты. Еще в День рождения Пушкина здесь было очень интересно. Мы рассказывали его сказки. В общем, все вспоминали Пушкина. Педагоги приглашают ребят в клубы по месту жительства Центра внешкольной работы. Там можно свободно посещать игротеки и различные мероприятия. 125 шашистов из 16 регионов России собрали соревнования «Таманский полуостров» в станице Голубицкой Краснодарского края. Честь Сарова защищала кандидатов в мастера спорта Алиса Рубцова. Девочке еще не исполнилось и 11 лет, но она уже сражалась в возрастной группе до 17 лет. Воспитанница объединения шашки Дворца детского творчества выиграла две золотые медали в турнирах по молниеносной и быстрой игре и одну бронзовую в классической программе. Отличился у нас этим летом Тимур Стегунов. Дважды он выезжал на соревнования. Первый раз в Санкт-Петербурге он участвовал во всероссийском турнире с романтическим названием «Белые ночи» и привез оттуда серебряную медаль. И вот буквально вчера закончился всероссийский турнир в Самаре с не менее романтическим названием «Волжские зори». Там Тимур также выиграл серебро. Всероссийский турнир в Ярославле был посвящен памяти чемпиона мира – гроссмейстера Владимира Скрабова. На эти соревнования отправилось большинство воспитанников Олега Васенькина. Но отличные результаты показали в основном девочки. Всего из Ярославля спортсменки привезли пять медалей. Юная шашистка Дарья Вахрушева смогла обойти соперниц в своей возрастной группе и выиграла сразу две золотые медали. Они мне приносят радость, логику, стратегию. Я решаю позиции, готовлюсь. И могу даже, может быть, целый день их решать. И у меня от этого развивается ум, и у меня есть возможности, что я займу место. Были этим летом у шашистов и межрегиональные турниры во Владимире и Арзамасе, на которых соревчане тоже сыграли достойно. Как отметил педагог объединения шашки Олег Васенькин, такие многочисленные успехи стали возможны благодаря всесторонней поддержке родителей юных спортсменов и упорной работе самих детей. Наша цель была проверить свои силы, чему мы научились за учебный год. И самое лучшее время, это время каникул совмещать полезное с приятным. Мы проверили и убедились, что наши воспитанники, наши юные шашисты по своему развитию стоят на высоком уровне. И даже на всероссийских соревнованиях мы конкурентно способны. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин